Этим летом жители станции Мочище под Новосибирском особенно остро ощутили проблемы с водоснабжением. При этом в станционном сельсовете утверждают, что дефицит воды в системе носит только сезонный характер, а для решения проблемы вскоре на станцию Мочище будут прокладывать водопровод из города. Но пока этого не произошло, люди требуют обеспечить им регулярный подвоз питьевой воды. Третье лето мы здесь живем, и постоянно летом у нас такая история происходит с водой. Как только начинается особенно жара, воды у нас просто нет. Или ждем ночи, чтобы тонкой струйкой набрать, чуть-чуть водички, посуду помыть или сполоснуть. Либо вот здесь было шесть дней, вообще не было ни ночью, ни днем. Такое испытание буквально взорвало станционный чат в популярном мессенджере. На улице стояла жара в 30 градусов, и люди с возмущением писали об отсутствии возможности элементарно помыться, постирать вещи или приготовить еду. Обезвоживание дотянулось даже до местной амбулатории. Одна из жительниц в отчаянии устроила одиночный пикет у администрации сельсовета, вооружившись плакатом с коротким, но емким вопросом – где вода? Да, вот все обсуждается, все в чате. Уже на пределе, по-моему, все с этой водой. У меня знакомые живут вот здесь на школьной, и то же самое. Никаких даже не капало ничего нигде. Все были вообще в шоке. Сложнее всего, конечно, приходится семьям с детьми и пожилым людям. Например, Инне Григорьевне уже 86 лет. И она вынуждена не спать по ночам в ожидании – вдруг из крана пойдет вода. Вахту пенсионерка несет по очереди со своей дочерью, которой тоже уже за 60. Я не могу долго стоять и ждать. Вот она мне до двух ночи, когда до трех и ждет. Пока там капелька начнется, к чашку, бутылку скорее подставляем. Утром, вообще в этот понедельник, вообще шесть дней подряд не было. Вот нету недели вообще. В станционном сельсовете, куда мы обратились с запросом, сообщили, что в это время на сетях произошла одна авария – 13 июня. Но воду дали к вечеру того же дня. На утро 14 числа восстановительные работы продолжились. И якобы в это время для жителей был организован подвоз питьевой воды. Но люди уверяют, что они машину на своей улице так и не увидели. Я в тот раз вышла на улицу, смотрю, женщины три идут с ведрами. Я думаю, интересно, где они брали, я даже не знала. А Катя говорит, там где-то машина стояла. Дочка и все, на работе. Я дома одна. Мне 86. Я могу с ведром идти туда вот на площадь, чтобы взять вот это ведро воды, чтобы чай греть и суп сварить. В прошлом году было плохо, а в этом вообще. Глава сельсовета Фанир Хабибуллин пояснил, что проблема – это сезонная. Летом расход воды увеличивается, и всем ее просто не хватает. На станции Моящища одного момента подключены в работу 9 скважин. Все скважины в работе. Вода в населенном пункте есть. В пятницу организован постоянный подвоз воды из города на автомобильной технике. Ежедневный подвоз. Эта машина к концу работы дня уходит наполовину, только пустая. Остальная вода остается. Не исключено, что это происходит потому, что многие жители просто не знают, где и когда пойдет машина с водой, или, как престарелая Инна Григорьевна, не в силах добраться до нее с ведром. Впрочем, в перспективе ситуация должна измениться к лучшему. Для того, чтобы вопрос решить, с прошлого года я занимаюсь проектированием сетей водоснабжения из города Новосибирска, с ней городоканала. Первый этап уже сдан на экспертизу, государственную экспертизу в городе Новосибирске. Сейчас мы получим проект и начинаем строительство первого этапа сетей горводоканала в сторону станции Мочища. Одномоментно проектируем второй этап до конца, и одномоментно сейчас ведется проектирование реконструкции сети водоснабжения самой станции Мочища. Сколько еще времени жителям станции придется жить в режиме жесткой экономии водных ресурсов, пока неизвестно. Ясно лишь одно, у многих из них заканчивается терпение. У нас уже целый мешок белья собралось. А как будешь стирать? В тазик нальешь, там носки, нальешь, хоть холодный, хоть какой, а машина как, так и насобирали, хорошо, что тряпок много, такие, что переодеть. У нас дети маленькие, внучка маленькая. Не помыться, не пить ладно, мы покупаем воду питьевую. А остальное все, это вообще какой-то кошмар. Больше всего жители станции удивляют, что проблема с водоснабжением свирепствует не где-то в глухой деревне, а в административном центре сельского совета, всего в 20 километрах от столицы Сибири. Зимой более-менее ничего течет вроде как. Как начинается только тепло, то это вообще... Продолжение следует...